МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек, сидевший за рулем седана, слишком сильно разогнал свою машину. Когда движущийся перед ним автолюбитель стал притормаживать, водитель понял, что попал в аварийную ситуацию. Получается, что впереди притормозили, да, уже. Скоро сбавили. Я не успел уже сманеврировать. Получилось на встречку. Дистанцию не бит, рассудим? Ну, можно сказать и так. Выехав на встречную полосу движения, молодой человек избежал столкновения с ехавшим в попутном направлении транспортным средством. Но Тойота тут же врезалась в Киа. От лобового удара седан развернуло поперек дороги. У автомобиля получили значительные повреждения. И у одного, и у второго двигатели вышли из строя. У управлявшего спринтером молодого человека водительский стаж два года. Он утверждает, что эта авария первая в его практике. Люди в ДТП травм не получили. В закрытом супермаркете, стоящем на улице Тихоокеанской, в три часа ночи полицейские задержали человека. Обширные торговые площади охраняются электрикой. Людей в помещении после полуночи быть не должно. Однако после двух часов датчики, которыми нашпигован супермаркет, стали поочередно передавать на пульт ЧОПа сигналы тревоги. Индикаторы, реагирующие на движение, рапортовали, что по торговому залу перемещается живое существо по габаритам значительно крупнее кошки. О том, что внутри есть как минимум один человек, сообщил сотрудник первого прибывшего на вызов экипажа охранного предприятия. Секьюрити разглядел силуэт, промелькнувший между прилавками. Двери и окна здания при этом были заперты, стекла целы. Учитывая размеры супермаркета, поймать неизвестное на тот момент число оказавшихся внутри подозреваемых представлялось непростой задачей. Многочисленные выходы ЧОПовцам помогали блокировать сотрудники вневедомственной охраны и ГИБДД. Полицейские вошли внутрь совместно с представителями собственника магазина. Вместо шайки воров они обнаружили женщину. По предварительной информации, это сотрудница торгового предприятия. На вопрос корреспондента, что задержанная делала на рабочем месте в неурочный час, начальник отдела безопасности магазина ответить отказался. К пяти утра в полицию от администрации супермаркета заявление о материальном ущербе не поступало. КОНЕЦ